Слово о горлице или о церкви Обитательница лицов, пустынно любивая горлица, призывая своего сожителя, оглашает воздух нежными и ласковыми звуками И очаровав своего самца, гуляющего у воды, и подлетев к нему, она увлекает его в быстрый полет В единодушном согласии устроив свое гнездо в ветвях дерева, они в безопасности выводят птенцов и обучают их летать Говорят некоторые, что горлица привязана к мужу и целомудрена Так что если случится, что ее самца растерзает орел или поймает охотник, то она не сочетается с другим, но остается верной тому, ждет его и до смерти сохраняет о нем память Послушайте, женщины, какое целомудрие оказывается у птиц? Итак, вы, имея перед глазами образ горлицы, подражайте ее целомудрию Такое свойство отличает и честнейшую церковь Когда ее супруг Христос был распят на кресте и вознесся на небо, она не сочеталась с другим мужем Но его любит, ему остается верна, и вспоминая его, вместе с ним умирает Но чтобы не показалось, возлюбленные, что мы, распространяясь в воспоминаниях о горлице, удаляемся от писаний Приведем на память то, что говорит само писание Свидетельствует блаженный Давид и громко говорит Ибо и птица находит себе место, где положить птенцов Псалом 83.4 А птица, он говорит, конечно, о человеке Душа наша, как птица, избавилась от сети ловящих А Господь, желая показать своим ученикам, насколько они отличаются от других, святостью, говорит им Не бойтесь, вы много лучше птиц О том же и Соломон громко говорит Да спасешься, как серна оттенет и как птица от сети Тритча 6.5 И опять божественный голос Подобное царство небесное зерну горчичному, которое человек взявший посадил на поле своем И хотя оно меньше всех семян, но когда вырастет, делается больше всех злаков Так что и птица небесная укрывается в ветвях его Так и здесь многочисленные человеческие племена уподобляют птицам Ибо птица находит себе место и горлица гнездо себе, где положить птенцов своих Горлица уподобил святую церковь, имея в виду разнообразное дарование мудрости А что церковь разнообразно украшена, об этом можно услышать от Давида, говорящего Вся слава чери царя внутри ее Ибо и птица находит себе место и горлица гнездо себе, где положить птенцов своих То есть под густыми ветвями крестного древа, воспитывающего своих новопросвещенных чад Об этой горлице вспоминает Иеремия, говоря Горлица и ласточка, и айс, кузнечики, знают времена свои Иеремия 8.7. Называя горлицей всечестную церковь, ласточку и пустонолюбивого Иоанна, кузнечиком красноречивого Павла, свирель церковную Об этой горлице заповедует Господь Аврааму Возьми мне трилетнюю телису, трилетнюю козу, трилетнего овна, горлицу и молодого голубя Бытие 15.9. Об этой горлице вспоминает Писание в Песне Песней Голос горлицы слышен в земле нашей Песнь 2.12. Голос этой горлицы возвещает нам, что небесная весна, Христос, является с неба Голос горлицы слышен в земле нашей сегодня Послушаем же голос этой горлицы Какие песни воспевает она? Черная, но красива, чере Иерусалимская Не смотрите на меня, что я почернела, ибо солнце опалило меня Черная, но красива Я черна по причине прежнего преступления Прекрасна по причине скорого покаяния Я черна скорби о своем падении Прекрасна сиянием, полученным при крещении Черная, но красива, чере Иерусалимские Дочерьми Иерусалимские называют святые души отцов Черная, но красива, церковь из язычников Не смотрите вы, святые души, не смотрите на меня, потому что я почернела Потому что опалило меня солнце правды За мое прежнее заблуждение Какое солнце опалило ее? Во всяком случае не то, о котором говорится у Клисиаста Восходит солнце, и заходит солнце, и вместо свое возвращается Восходит для нас солнце, правда, Христос из Марии По плоти Восток имя ему Заходило же оно, когда он зашел на крест И снизошел в преисподнюю Восходит солнце, и заходит солнце И вместо свое возвращается Когда он зашел на небеса Тогда повлек к себе и нас Если, говорит, я буду вознесен, то всех привлеку к себе Об этом солнце, правда, Исаия восклицает, говоря Во днях тех посияет вам солнце, правда, исцеление в лучах его Когда взошло солнце, правда, Христос Кровоточивая женщина, коснувшись края одежды Его остановила токи кровей своих Черная, но красиво, черри и русалинские Если из предстоящих здесь какая-либо душа Осквернена грехом, пусть не устрашается Пусть только покается и говорит Черная, но красиво Если и при последнем издыхании она окажется Если и к вечеру склоняется для нее время Пусть не боится Пусть покается с плачем И тогда, где вечером водворяется плащ, а на утро радость Подражает царю Езекии Застегнутой болезнью он лежал на одре Но услышал слова Исаия, обращенные к нему Вот устроение доме твоем Так как ты смирился, то будешь жив И обратившись лицом к стене Он орошал постель свою слезами покаяния Остановил течение солнца и тотчас получил 15 лет жизни Если среди предстоящих есть кто-нибудь оглашаемый Пусть покается Пусть припадет к Богу Крестится водой и просветится лицом Если есть здесь верный согрешивший Пусть омоет тело свое водой слез И леем добрых дел даст блеск душе Если так украсишь себя Если облагообразишь душу свою подвигами Возлюбит тебя божественное слово Коснется твоего сердца Повлечет тебя к любви Божией Тогда скажешь и ты Увы мне, я изнемогаю от любви Песнь 2.5 Потому что как стрелою поражается любовью к Богу Души святых Хочешь слышать это от самой стрелы говорящей Почитай книгу Исаия И у него найдешь Как говорит стрела И сделал меня стрелою изостренную Говорит Богу слово Этой стрелой раненый Говорит Иеремия ему Я не спешил быть пастырем у тебя Иеремия 17.16 Этой стрелой уязвленный сердце Давид говорит ему К тебе прилепилась душа моя Этой стрелой уязвленный Петр говорит Христу Господи, ты знаешь, что я люблю тебя Этой стрелой уязвленный Павел Будучи связан со Христом говорил Кто отлучит нас от любви Божией во Христе Этой стрелой уязвленной говорила Святая Церковь Увы мне Уязвленная любовью к нему Я изнемогаю от любви к нему О воздыхание из глубины сердца Порождающее струи Христовой любви О воздыхание привлекающее к себе Небесного жениха Христа Об этом сама Церковь говорит Да лобзает он меня лобзанием у своих Я обручена Небесному жениху через закон и пророков Я, Церковь, обрученная из язычников Не желаю более иметь посредниками Моисея Или Исаия, или Иеремия, или прочих пророков Но пусть придет сам Я хочу говорить с ним устами к устам Пусть сам будет здесь и лобзает меня лобзанием уст своих Я слышу Иеремия, говорящего о нем Глубоко в сердце его Но кто узнает, что в сердце? Иеремия, 17, 9 Его прошу, его умоляю Да лобзает меня он лобзанием уст своих Слышу Амоса, говорящего о нем Вот Господь Он стоит на стене И отвес свинцовый в руке его Амоса, 7, 7 Его ищу, пусть придет Пусть лобзает меня лобзанием уст своих Как преданная мужу жена В отсутствие мужа выглядывая в окна Его ищет глазами Его высматривает и на суше, и на море Увидит ли плывущее судно Там мерещится ей ее муж Увидит ли путников, идущих вдали Думает, не между ними ли находится ее муж А часто, выбегая им навстречу Расспрашивает их о своем муже Скажите мне, где вы оставили его В каком городе или деревне Что он говорит, что делает Когда придет? 6, 81 Точно так же святая церковь Томясь любовью и жаждой его святых поцелуев Спрашивает о нем всех пророков Видели вы его? Придет ли он или не придет? Ведь он на небе Может быть, он пасет на небе 99 незаблудших овец И не придет к заблудшей овце Скажите мне, где пасет? Где отдыхает тот, которого возлюбила душа моя? Вопрошаемые пророки откликаются В лице одного Исаия и говорят Видели его, если только того ты ищешь И не было в нем вида невеличия Но он был обезображен Паще всех сынов человеческих Отвечает непорочная невеста церковь Это он! Его я люблю! Его ищу! Его умоляю! Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Отвечает ей Исаия Если это он, то придет И придет с великой силою Господь! Господь сильный грядет И мышца его совластию И награда его с ним Он воздаст каждому по делам его Он соберет овец своих И имущих во утробе утешит Слышит она, что несомненно о нем говорит Исаия И притом называет его пастырем Как пастырь упасет пасту свою И мышцу своей соберет агнцев И будет носить их на руках И спрашивает его, где пасет? Где почивает тот, которого возлюбила душа моя? Посылает ей Исаия к Иоанну И говорит ей Иоанн Глаз вопиющего в пустыне Приготовьте путь Господу Прямыми сделайте стези его Идет она за Иоанна в пустыню Удерживает его и спрашивает Скажи мне, ты ли Христос? Отвечает ей Иоанн Не я Христос И опять спрашивает она его Если ты не Христос, то почему же крестишь? А Иоанн опять отвечает Я не Христос За мной идет Христос Он сильнее меня Я не достоин у него развязать ремень обуви И так как он еще медлил То она говорила Увы мне Я изнемогая от любви Тогда опять говорит ей Иоанн Не плачь Перестань Подожди немного Видит Иоанн приближающегося Господа И говорит ей Перестань Не плачь больше И издали показывает его Протягивая перст И говорит Вот тот, которого ты ищешь Вот огнец Божий Который берет на себя грех мира Она же слышит Что Иоанн называет его агнцем А Исайя пастырем Начинает сомневаться Кому поверить Этому ли поверить Или Исаии Видит Господь Что она начинала сомневаться И громко говорит Я есть пастырь добрый Этими словами Разрешает ее сомнения Тогда приходит она к жениху Обнимает его И целует И тогда исполняется Написанное у Давида Милость и истина Сретятся Правда и мир облобызаются А чтобы вполне убедиться нам Что здесь невеста Сочеталась с женихом И совершился духовный брак Вот и брачная песнь Воспевает ее Иоанн Говоря Имеющий невесту Есть жених А друг жениха Стоя и слыша это Радостью радуется Слыша голос жениха Ему подобает расти А мне умолять При совершении брака Требовалось совершить Дарственную запись На имя невесты Нужно было найти бумагу Писа и трость Бумагу нашли у Исаии Там святой дух Приказывает писателю И говорит Прими этот свиток Новый великий И напиши в нем По-человечески Отыскивает и трость Ее нашли у Давида Потому что он говорит Язык мой трость Скорописца Он прекраснее всех Сынов человеческих Эту церковь Давид Приготовляет к браку Сам ее украшает Сам ее наставляет И научает Как у строителей брака Или как говорится У людей сваха Он внушает невесте Смотри, дитя Слышь и вишнь И преклони ухо твое И забудь народ твой И вожелает царь Красоты твоей Не думай, что ты равна с ним Слушай, дочь И смотри И преклони ухо твое И забудь народ твой И пожелает царь Красоты твоей Потому что он есть Господь твой И поклонятся ему Черетировы с дарами Если послушаешь меня, дочь Лицо твое Помолятся богатые люди Земли Нужно наконец было Написать и то Что приносится В приданное той И с другой стороной Рабов и рабынь Сосорны Христа рабы Сосорны невесты рабыни Христос дает рабов Приходят Павел Силуан Тимофей Рабы Иисуса Христа А от невесты требуют Рабынь На это Давыд отвечает И приведутся к царю Девы вслед ее Совершается брак Приходит Господь Таинственно В Кану Галилейскую Кана в переводе означает Создание Божие А создание Божие Весь мир Здесь совершается Духовный брак Господь приходит В Кану Галилейскую И там является Весь лик святых Приносит жениху Дары Как полагается При браке Каждый по своей силе Авраам Тельца Жена его Сара Хлебы Печеные в горячей зале Исаак Дрова Яков Козлят Иосиф Доставляет Хлеб Моисей Приносит Светильники Исаия Поет А Давид Пляшет А так как И святым женам Нужно было Принять участие В этом браке То и они Поют Приходят Исир Иудив Наряжается И украшается А Мария Сестра Моисея Берет Тимпан И говорит Пою Господу Славно Прославился А так как Требовалось По поводу Этого брака Написать По хвалу То Павел Схваляя брак И говорит Ложа Честно И Непорочна И пусть Сам себя Объясняя Как бы Он говорит Это о церкви И Христе Что говорит Он написано Потому Оставит Человек Отца Своего И мать И прилепится К жене И будет Двое В одну Плоть Тайна Сия Велика Я говорю По отношению Христа И церкви Исфианам 5.31 И так Не будем Мы сомневаться В том Что Он Объясняет О Христе Иисусе Господе Нашем Которому Слава И держава С обезначальным Отцом И с Пресвятым И животворящим Его Духом Ныне И пресно И во Веки Веков Аминь Слава